Уголь купи, дрова купи, еще и машины заказывай на маленькую инвалидскую пенсию. Это же не серьезно. Мы всю жизнь молодые проработали на этот город. А теперь что, нас бросили? В беде бросили. Куда жаловаться? Вот пожаловались к вам. Помогите разобраться с этим вопросом. Жители частного сектора микрорайона Усолка в городе Павлодар жалуются, что не могут своими силами вывести обильный снег, который выпал в этом году. Высота сугробов, скопившихся у ворот домов, в некоторых местах выше роста среднего человека. Люди говорят, в Акимате им сказали, что вывозить снег они должны сами. Но жители вот этой улицы жалуются, что оплатить услуги спецтехники они не могут из-за своей бедности. Но по местным правилам жители частного сектора сами должны обеспечить вывоз снега. Для того, чтобы вывезти, нужно по 10 тысяч каждому собирать. Кто может собрать такие деньги? Технику загадаем дорогая, водителю заплатить надо, грузчику заплатить надо, работягам, которые будут грузить надо. Надеемся на помощь ихнюю, что Акимат что-то посмотрит, проверит. На это мы и надеемся, а так никак. 67-летняя Галина Ткаченко живет в частном доме одна. Пенсионерка своими силами справляется с обильными осадками, но дается ей это нелегко. Знаете, какая боль, когда вот это потаскаешь, такая боль ноги. Не можешь до двух, до трех ночи уснуть, потому что снег вычищаешь. А потом еще говорят, что надо сейчас платить. С чего платить? С копейками 40 тысяч нету пенсии. И зубы ремонтируют, ноют зубы, не покушать ничего. Как говорится, так же нельзя к людям относиться. Я понимаю, что они стараются у девятиэтажки там почистить, пятиэтажки почистить. Там 24 часа тепло. Они пришли, зашли и все. А мы-то тут мучаемся, страдаем. По информации полиции, за ноябрь и декабрь 2016 года в Павлодаре выявлены более 500 фактов нарушения правил благоустройства города. За неубранный снег штрафуют как жителей частных домов, так и предпринимателей города. То есть предупредили, что вывозили снег частные лица, то есть магазины, организации, которые не вывезли снег после того, как мы их предупредили, вынесли на них штраф. Это более 50 материалов, но сумму более полтора миллиона тенге. Согласно норме кондоминиума, он 10 метров от своего частного дома, то есть от своего организации. Они отвечают за 10 метров. Также КСК, придворовые территории, КСК отвечают, если во дворе, то в течение 10 метров у них. Должно быть, они отвечают, КСК уборкой снега занимаются. В Акимате Павлодара говорят, что снегоуборочная техника работать в частном секторе за бюджетные деньги не будет. Правда, жителям, по словам пресс-секретаря Акимата Салтаната Кимбековой, подрядные организации готовы сделать скидку на уборку снега. Салтаната Кимбекова добавила, что сейчас в городе объявлен конкурс на проведение противопаводковых мероприятий. Составлена карта и определены возможные зоны подтопления. Зоны частного сектора в рамках бюджетных средств именно по очистке и вывозу снега мы применительно к ним не можем произвести ту работу, которую нужно было бы там произвести. Но в рамках проведения мероприятий противопаводковых эта работа возможна, но уже позже по времени. Жители микрорайона Усолка в городе Павлодар тем временем опасаются наступления весны. Частный сектор расположен вдоль реки Иртыш и частично находится в низине, что, по словам местных жителей, увеличивает риск половодия. Но власти города обещают сделать все, что в их силах.